всем привет дорогие друзья с вами снова александр и я хочу с вами сегодня поговорить о коляске от немецкой компании от очень мега популярной немецкой компании cybox модельку мы с вами рассмотрим сегодня talos с люкс сравнительный обзор у меня уже на канале есть с боли с колясочкой нарядочком со мной стоит вот там можете принципе тоже посмотреть но сегодня мы отдельно изучим конкретно эту модель независимо от другого варианта от компании cybox вообще эта колясочка такая знаете более скажем там чуть более внедорожная чуть более закрытая коляска которая подходит больше для более холодных регионов нашей чудесной необъятной страны вот в общем смотрим на него комплектации два в одном кстати можно купить и три в одном комплекте с ней если вы сразу комплект берете именно комплект заявленный производителем это будет люлечка атом м айсайз идти в комплекте это очень хорошая люлечка друзья поэтому рекомендую 4 в одном лучше вот реально брать с их брендом супер люлечкой так начнем изучать мы сначала с люльки посмотрим что она из себя представляет потом уже соответственно перейдем к остальному и перед этим двух словах технические характеристики вам назову чтобы не ошибиться я вам их зачитаю вес с люлькой 14 и 1 килограмм друзья не пугайтесь 14 килограмм это не самая легкая люлька но это такой полноценный внедорожник который не может быть просто легеньким он очень мягко едет поэтому для этого нужны большие колеса соответственно большая люлька чтобы зимой хорошо мне помещаться поэтому 14 грамм нормально а вес с проходочным блоком здесь 13 и 9 разница там буквально в 200 грамм это ерунда а вес люльки которая кстати комплектации 3 в одном смотрите она тоже небольшая по весу 42 килограмма автолюлька тоже неплохо наклон сиденья это мы увидим 110 170 килограмм с рождения до 4 5 лет ширина кстати колесная база 60 сантиметров вы в любой лифт везде заедете вообще никаких с этим проблем не будет так люлька 77 на 30 тоже неплохой показатель и 22 килограмма соответственно выдерживает ребенка это колясочка 20 килограмма это сейчас как золотой стандарт практически все будут так поддерживать так люлька ткань классическая сайбекса ткань такая очень плотная износостойкая приятная на ощупь не раздражает уж точно здесь вообще претензий нет не продуваемо гипоаллергена само собой в ручке у нас в козырьке есть вот такая точнее говоря ручка вспененная резинная ручка классическая самой коляске тоже вспененная резина кстати вот в козырьке есть у нас дополнительный маленький козырек который убирается или вытаскивается если это нужно регулируется по наклону козырек у нас с помощью кнопок ну на самом деле пора бы уже производителям делать без кнопочные системы ну наверное так эффективнее покрепче с кнопками ну это же так неудобно тянуться нажимать ну не знаю все но с этим можно жить конечно так накидка на ножки здесь у нас идет вот такая большая и что мне нравится она крепится на четырех кнопках по бокам и вот этот бортик к козырьку крепится с помощью еще двух кнопок получается что никакой ветер нам это все не сорвет абсолютно никаким образом так давайте с вами заглянем внутрь я вам сейчас покажу что она из себя представляет вот такая вот люлечка размер я уже вам назвал мне что очень нравится деревянное дно и матрасик очень очень мягенький приятный матрас и у него супер крутые ткани вот реально вот материалы просто бомбически вот кому нравится деревянное дно вот пожалуйста здесь она такое и соответственно здесь внизу есть еще в основании пару кармашков для какой-нибудь мелочевки и четыре ножки чтобы спокойно ставить ее вот таким образом и не бояться что с ней что-то случится так посмотрим с вами на прогулочный блок он сильно отличается что от прямо что от болез с он чуть-чуть другой но не чуть-чуть сильно какие сказал отличается потому что он более закрытый он реверсивный само собой и по ходу и против хода движения можно ставить кстати она и складывается вместе с блоком в обе стороны тоже очень прикольно так смотрите вот 170 и 110 градусов о которых я говорил по характеристике по наклону давайте сразу посмотрим 170 градусов это не 175 175 175 они выглядят практически горизонтально а 170 ну вы видите небольшой такой вот маленький уголок все таки тут присутствует но на самом деле он настолько незначительно ребенок все но будет комфортно спать с этим все хорошо кстати что касается материала вот ручка здесь из пененой резины а бампер здесь просто пластиковый и ничем не обшит просто вот пластик есть тут шероховатая такая визуальная окантовочка прикольно но как бы дешево сделано но зато ребенок обычно эко кожа если он грызет и и и вспененная резина тоже со тыс тоже сам происходит а здесь с этим бампером никогда ничего не произойдет подножка у нас тут тоже регулируется само собой основание пластиковая как бы ступенечка небольшая для ребеночка присутствует поэтому с этим все хорошо так козырек друзья здесь очень приличный что что козырьку тут вообще вопросов нет потому что козырек тут прям царски давайте я вам сбоку покажу вот и отличие от болезнь с как сравнительном обзоре мы показывали она там более открыто здесь же вы видите козырек просто очень большой он очень эффективный как по мне можно еще даже вот такую процедуру провернуть сделать вот так смотрите сейчас так опущу все и мы видим очень вместительное пространство для ребеночка вот это вот часть это сверху моски . снизу полиэтилен чтобы не промокала здесь соответственно тоже у основания мы можем вот так вот открыть если нужно и летом проветрить это все естественно вот так вот трубочкой заворачивается и фиксируется если это нужно так по прогулочному блоку друзья мне в принципе добавить нечего вот она он хорош тем что он закрыт очень хорошо закрыт ребеночку там хорошо не поддувает по бокам ничего что касается безопасности пятиточные ремни баппер мягкие накладки на паховой зоне и на плечевой соответственно присутствует здорово так друзья давайте с вами посмотрим на раму на шасси тут как бы сложно что-то найти какие-то предъявы потому что сайбок сделал всегда хорошо правы металлические сборка отличная мне вообще претензий никаких нет колеса здесь у нас резиновые они соответственно они смысле не надувные но резиновые это такой знаете золотая середина когда вы ее не проходите соответственно эту резину и это не такой жесткий полиуретан который тарахтит нормально классно едет и еще благодаря хороший мягкой амортизации и спереди и сзади видны и пружины это вооружен не вооруженным взглядом видно передние колеса можно блокировать для преодоления какой-нибудь там лютой лютого бездорожья так смотрите друзья сильная сторона еще этой коляски здесь классный хороший багажник вместительный с очень удобным доступом и соответственно легко сюда что-то даже арбуз сюда поместится так еще мне нравится тормоз друзья потому что я люблю когда мы нажимаем и снимаем оба раза сверху не корябаем обувь все классно так что касается ручки еще вот совсем вам забыл сказать она здесь регулируется телескопическим образом это хорошо когда родители высокие на покажу на примере да когда мы близко мы пинаем коляску когда мы далеко мы не достаем и не пинаем а когда ручка регулируется не телескопические просто наклоняется я дальше ближе к коляске не становлюсь а телескопическая меня отодвигает назад таким образом я не достаю при быстрой ходьбе до рамы поэтому это прикольно так друзья теперь давайте посмотрим как она складывается чтобы сложить нам нужно толкнуть вперед было бы напротив хода делали бы то же самое только в другую сторону нажимаем вот здесь кнопку и здесь рычажочек толкаем и все процедура складывания таким образом завершена здесь есть удобная ручка прям в основании в сиденье за которую можно это все переносить и бывает часто какой-то ремешок там хиленько пришитый который боишься оторвать здесь же нет такой проблемы все мощно и удобно поэтому как по мне да она не маленькая сложное видео друзья но это и не маленькая коляска поэтому с этим мне кажется здесь все в порядке так раскладываем чтобы разложить сбоку всегда на как на всех колясках есть какой фиксатор который фиксирует коляску сложное виде чтобы она не разложить потому отодвигаем его и раскладываем таким образом это все выглядит подножку сюда дар козырек тут конечно хорошая идеаль действительно так собственно все что хотел рассказать я рассказал можете по сравнить посмотреть сравнительный обзор с болезнь с там мы залим то полностью их разбирали сравнивали лоб в лоб и там очень тоже ясная картина какая бы из них вам лучше подошла но в целом резюмируя сейчас вот кстати хорошие акции и эти коляски на сегодняшний день посмотрите дату выпуска ролика может в этом через год будете смотреть его идут хорошие акции на не часто идут поэтому по ссылке внизу в описании в любом случае пройдите какое предложение обычно добывает вот поэтому я очень рекомендую не проходить мимо тем более cybox само собой очень ликвидная коляска на вторичке кстати мало теряет в цене и соответственно я думаю что по по большинству характеристик она вам подойдет учитывающую акционную цену ликвидность здесь сложно к чему-то придраться вот но я собственно все что хотел рассказать рассказал я лишь хочу пожелать вам сделать хороший грамотный выбор колясочки для вашего малыша и удачи на дорогах пока